Авиакомпания «Ямал» в парке, который сейчас эксплуатируется, 15 самолетов марки «Сухой Суперджет-100» отказалась от планов приобрести еще 10 машин этого типа, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление гендиректора компании Василия Крюка. Такую информацию разместили Вести «Ямал» в понедельник. Компания приводит слова генерального директора, цитата, «Не будем приобретать еще 10 Сухой Суперджет-100. К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк». Стоит отметить, что все имеющиеся у компании самолеты этой марки были переданы ей в операционный лизинг по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Рамочное соглашение предполагало поставку еще 10 машин к лету этого года. Вместе с тем, по словам Крюка, региональный перевозчик пока не планирует приостанавливать эксплуатацию имеющихся самолетов Сухой Суперджет-100. И вот слова гендиректора авиакомпании, цитата, «Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и уже после этого предпринимать меры. Надо выявить причину, чтобы в будущем не допустить подобное. Держим руку на пульсе, предпринимаем ряд мер, ведется внутренняя работа», – отметил глава авиакомпании «Ямал». Напомним, 5 мая лайнер Сухой Суперджет-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Судно следовало из Москвы в Мурманск. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. В следственном комитете подтвердили гибель 41 человека, в том числе двоих детей. Долгожданный отпускной сезон вот-вот вступит в свои права. Для ямальцев, проживающих в отдаленных районах, встает вопрос, как добраться до окружной столицы. У подавляющей части населения основные надежды, конечно, на теплоходы. На днях основной перевозчик АО «Северречфлот» открыл онлайн-продажу проездных билетов. Приобрести их уже можно на официальном сайте компании. Билеты доступны по нескольким ямальским направлениям. Так, из Салехарда в Ярселе первый рейс запланирован на 10 июня. Стоимость проездного для взрослого – 1662 рубля, для ребенка – 831 рубль. Первые проездные билеты на этом маршруте на сайте проданы 5 мая. Как отмечается, более северные маршруты начнут работать уже в июле. Так, первый рейс из Салехарда в Ныду запланирован на 8 июля. В Антипоэту из окружного центра теплоход отправится 16 июля. Всю необходимую информацию найдете на сайте АО «Северречфлот» по вкладке «Пассажирские перевозки». Напомню, предварительная продажа билетов начинается за 45 суток до отправления. Купить билеты в кассах можно будет с началом навигации. Почта России призывает ямальцев к правильному написанию индекса. Наличие этих шести цифр существенно ускоряет сортировку почтовых отправлений и исключает ситуации неверной доставки почты в условиях внедренной автоматизированной информационной системы в сортировочных центрах. Система почтовой индексации была разработана еще в 70-м году. С тех пор она несколько раз совершенствовалась и модернизировалась. Современная система индексации содержит шестизначные почтовые индексы, охватывающие все объекты почтовой связи страны. Первые три цифры индекса указывают на принадлежность к региону. Три последние – это номер местного почтового отделения. Напомним, для Ямала-Ненецкого автономного округа почтовые индексы начинаются с трех цифр – 629. Почта России завершила внедрение автоматизированной информационной системы «Сортмастер» более чем на 1050 региональных сортировочных узлах по всей стране. В их числе семь сортировочных узлов Ямала, которые включают в себя одно магистрально-сортировочное отделение в Салихарде и шесть участков обработки и обмена почтой в других городах округа. По итогам прошлого года сортировочными узлами Ямальской почты было обработано порядка 5 миллионов 100 тысяч почтовых отправлений за два последних десятилетия. Из-за фактического отсутствия в России системы автоматической сортировки с использованием почтовых индексов их актуальность заметно снизилась. Выросло целое поколение клиентов Почты России, не имеющих навыков написания индекса. Теперь с внедрением современной технологии сортировки от правильности написания этой важной части почтового адреса будет зависеть скорость обработки и доставки почтовых отправлений. История семьи из уст потомков. Молодежный центр «Импульс» приглашает всех желающих посетить палатку бессмертного полка 9 мая на центральной площади. Проект реализуется уже второй год. Как показала практика, ирсалинцам есть о чем рассказать. Историю подвига своих дедов знает каждый и поделиться ею готовы многие. В палатке бессмертного полка у вас будет такая возможность. За каждой фотографией стоит биография героя, его жизнь и воспоминания. К микрофону приглашаются все, кто готов отдать дань уважения своим предкам и запечатлеть эту историю на видео. Мы будем рады, если будут дети зачитывать письма с фронта своих прадедушек, прабабушек. Это очень интересный и важный проект. Мы просим каждого ярсалинца и каждого ямальца подключиться. Но в этом году 9 мая проходит данное мероприятие только в Ярселе, а в течение года в каждом сельском поселении через волонтеров Победы также можно будет осуществить эту запись. Найти палатку бессмертного полка будет несложно. Она расположится возле здания Департамента социальной защиты населения и свою работу начнет сразу после торжественной части.